Тему, которую мы сегодня с вами будем обсуждать на парламентских слушаниях, которые проводит комитет, переоценить очень трудно. Дело в том, что решая задачу продовольственной безопасности, мы должны исходить в первую очередь из стабильности аграрного производства, и в том числе его доходной составляющей. И доходная составляющая, она определяет во многом и инвестиции, и заработную плату, и состояние нашего села российского. Поэтому тема архиважная. Мы сегодня с вами имеем без личных подсобных хозяйств, без фермерских хозяйств, около 20 тысяч сельхозпредприятий. Если посмотреть внимательно на представленный график, то мы видим, что последний период времени характеризуется тем, что у нас становится меньше убыточных хозяйств. Но все равно это почти 13%. Все равно это почти 13%. Но повторяю еще раз, что речь идет о крупных товарных наших предприятиях. Если говорить сегодня о рентабельности, об уровне рентабельности, то мы видим, что если взять и убрать субсидии, то уровень рентабельности вообще, вот если до 13-го года он по существу убыточный, и на уровне 6-8-9% он работает, исходя из того периода, который связан с санкциями в последние годы. Если взять и посмотреть по отраслям, то мы увидим разницу в отрасли растеневодства. И в первую очередь речь идет, естественно, о зерне. Мы видим, уважаемые товарищи, из этого слайда, из этого графика, что если посмотреть на продукцию животноводства, то она вообще находится в своем уровне доходности, рентабельности на больших нулях. И в большей степени здесь, конечно, работает все, что связано и с затратным механизмом, и все, что связано, естественно, с производством мяса, в первую очередь. Если по молоку и в крупных наших хозяйств хорошими надоями есть результативность, то здесь вот мы видим такую ситуацию. Отсюда инвестиции, они на уровне 3%, то есть речь о расширенном воспроизводстве, об обновлении основных фондов, вот с такой картинкой, даже при той небольшой, вот мы видим в середине график, по определенным превышениям в последний период времени, трудно, в общем-то, решать и сказать, что здесь у нас тенденция стабилизировалась в доходности наших сельхозпроизводителей. Посмотрите следующий график. Я должен обратить ваше внимание на следующий слайд. И в первую очередь, каким образом государство работает на направлениях, связанных с улучшением доходности наших сельхозпроизводителей. Вот мы видим, что 1,3% расходной части бюджета направляется на село. Это при той девальвации рубля мы видим и говорим, что самый низкий процент вливания расходной части бюджета, вот показан 15%, это 90-й год, это самый низкий, ниже 15% государства никогда не выделяло средства с федерального бюджета на развитие агропромышленного комплекса. Исходя из этого, уважаемые товарищи, мы видим и те субсидии, которые сегодня работают в агропромышленном комплексе. И это позволяет нам также сказать, и в первую очередь, о краткосрочных кредитах в области растеневодства. Вы видите, что последний год суммы зашкаливают в своей ничтожности. Как, в общем-то, нам непонятно, почему поддержка племенного животноводства также снижается, также резко снижается. И в целом, если мы говорим о бюджетной составляющей, о программе до 2020 года развития сельского хозяйства, сельскохозяйственного рынка, то программа свидетельствует о том, что мы даже в соответствии с программой, с целевыми показателями, 100 миллиардов не получаем в этом году даже к той программе. А 2018-2019 год еще хуже работает на этом направлении. Мы видим, что государство сегодня, несмотря на то, что селяне сумели прорвать с точки зрения отставания всех секторов экономики последние годы, вот брешь за 100% ушли на 104% роста. И несмотря на это, вот такое отношение, мы считаем, что этот сектор поддержки агропромышленного комплекса из федерального бюджета через те субсидии, которые сегодня есть, требует срочной корректировки. И я думаю, что и в наших слушаниях в решении, и в ближайшее время мы будем все делать для того, чтобы выходить на первых руководителей страны, для того, чтобы изменить ситуацию. На последнем заседании комитета мы всерьез говорили перед съездом фермеров Акора об этих проблемах, пригласив и первого заместителя министра, и министра, который ведет экономическую составляющую, где четко было единое высказанное мнение, что 100 миллиардов сегодня – это та сумма, которая могла бы закрыть все, что связано сегодня с оборотными средствами, восстановить и развить поектарную поддержку, и все, что связано с литром молока, развить наше животноводство. Следующий слайд. Из следующего слайда, уважаемые товарищи, я хотел бы ваше внимание обратить на несколько вопросов. Но, во-первых, доходность определяется суммой тех затрат, которые здесь в большей степени изложены, как главные системные затраты. Прошу обратить внимание на заработную плату. Вы знаете, что она у нас на селе в два раза меньше, чем в среднем по Российской Федерации. В два раза меньше. Вот животноводство в затратах имеет 10%, по производству зерна – 7%. И я должен сказать, если зарплату среднюю выровнять на уровне среднероссийской, а она у нас с вами в 90-м году практически такая же была, то все наше агропромышленное производство зашкалит за ту грань, которую называют убыточным. Поэтому мы должны понимать, что вот эту доходность, вот эту прибыльность, вот это небольшое стремление купить технику, обновить что-то и так далее, и так далее, построить что-то, зиждется по большому счету на низкой оплате труда тех, кто трудится в агропромышленном комплексе. А у нас с вами таких людей даже сегодня почти 5 миллионов. Хотел бы особое внимание обратить на затраты по кормам, амальтизационные затраты. Вот корма – 50% почти. 50%. Но неестественно, но самое жуткое, уважаемые товарищи, это вот графики, которые внизу, это данные ЦСУ. Вот посмотрите, средняя цена по пшенице, килограмм пшеницы – 8,8 рубля. Мука из этой пшеницы, килограмм, стоит 15,9 рублей. Понимаете? Вырастить зерно 8,8, смололи – 15,9. Испекли хлеб – 48. Торговля – 66,9. Вот разница даже от человека, кто произвел хлеб и отдал торговле, вот наценка торговая в два раза выше, чем стоит килограмм зерна. Но в каком государстве это может быть? Скажите мне, какое регулирование здесь применяется? Здесь просто циничное отношение к крестьянству, к хлеборобу. Посмотрите дальше. Вот, пожалуйста, все, что связано, допустим, с переработкой. Убери в сторонку вот эту бутылочку. Все, что связано с переработкой. Вот килограмм макарон. Слушайте. Торговая наценка, смотрите, более чем в два раза. Более чем в 2,3 раза. А к... Если взять, допустим, производителя, то здесь почти в 3,5 раза. А если к торговле, там вообще-то уже получается в 8 раз. Или там 7,5 раз. Ну и так далее. Посмотрите, сырое молоко. 22,9-69. Ну что это такое? Вот где деньги крестьянские. Вот где, в принципе, доходность наша. Но эта доходность, она оседает в руках тех, кому принадлежат элеваторы, тех, кому принадлежат молочные заводы там, или, значит, торговые сети. А кому принадлежат торговые сети? На 90% принадлежат уностранному капиталу. Следующий слайд, пожалуйста. Уважаемые товарищи, затратный механизм. Затратный механизм, он во многом определяет, конечно, себестоимость продукции. Вот здесь мы показали по основным тоже элементам затрат. По основным элементам затрат. И мы видим, каким образом растут эти затраты. От дизельного топлива, электроэнергии, от техники и прочее, прочее. Вот мы взяли там 9-й, 14-й год и посмотрели. Через этот диспаритет, не тот, с которым боролись еще со времен Завирюхи, но даже в последние годы нам надо на 16% больше продать пшеницы за литр солярки и на 28% больше мяса птицы, чтобы обеспечить электроэнергию. Вот этот затратный механизм. То есть диспаритет по-прежнему продолжается и через удобрение, то есть через всю буквально систему затратного механизма. Я уже не говорю о тех проблемах, которые стоят у нас с вами по техническому перевооружению, строительству молочных ферм и так далее. Там только за один год молочное оборудование взлетело на 80% и все, что связано с пестицидами и ирвицидами, инсектицидами внутри этого понятия, тоже все растет. Несмотря на то, что мы считаем, что есть определенная договоренность по минеральным удобрениям, здесь тоже есть рост. Так вот, этот диспаритет, он, конечно, дополнительно к тем абиралам, тем посредникам глушит также доходность нашего крестьянства. Следующий, пожалуйста, слайд. Конечно, есть, безусловно, у нас резервы. Это технологические, но растеневодство. 40 миллионов гектар земли у нас с вами гуляет. О плодороде мы с вами говорили на прошедших слушаниях. Мы с вами вносим 34 всего килограмм действующего вещества. Китайцы, вьетнамцы 360, ну, 150 американцы и так далее, и так далее. Но в любом случае, 2-2,5 миллиона тонн минеральных удобрений, из производимых 20, а вносимых в советское время около 12 миллионов тонн, это, конечно, безобразное отношение к нашему плодородию. Поэтому деградирует в этом плане даже и черноземы. Хочу сказать, и по урожайности, даже 25, которые сегодня есть, мы видим, как эта урожайность сегодня соотносится с той урожайностью по зерновым, с другими передовыми экономиками и более эффективными экономиками. Здесь у нас резервов у самих много. Через технологии, через использование того естественного потенциала, через новые сорта, наши гибриды, которые дают возможность как минимум на 30% увеличивать потенциальную урожайность, работать через внедрение с наукой, раскрывать генетический потенциал новых сортов через их адаптивность к биотическим факторам. Без этого мы сегодня не можем двигаться, но нужны снова средства для того, чтобы добавить не менее 100 миллионов зерна в эквиваленте, которые сегодня мы не получаем из заброшенных 41 миллион гектар пашни. Понятно, это другие деньги, понятно, это другие цифры, понятно, это другой вклад, не 3,8% в нашу общую головую добавленную стоимость, а это уже другой порядок. А это уже другой порядок. Уважаемые товарищи, исходя из этого, мы хотели бы также посмотреть, дайте 8 слайд, 8 слайд, Василий. Хотели поговорить о техническом перевооружении и мелиорации? Вот мы видим, что без мелиорации, без орошения, без осушения, без ландшафтных технологий нам дальше не двинуться, как и без органических технологий, без точечных технологий. И в этом плане иметь около 6-7% допустим, мелиорируемых земель, когда Китай имеет за 55, Америка под 50%, понятно, какая у нас конкурентная способность. Но снова, когда мы говорим о программе мелиорации, мы видим с вами, что к 2020 году мы всего должны с вами получить дополнительно меньше, даже 1 миллион когда Китай и Индия по 1,5-2 миллиона вводят ежегодно. Здесь тоже надо понимать и думать о перспективе, что будет завтра с нашими рынками, в том числе и глобальными рынками, не только рынками внутри России. Исходя из этого, хотелось бы еще раз сказать об оснащенности техникой нашего агропромышленного комплекса, особенно малого бизнеса. Здесь проблемы большие. У нас три с лишним нагрузки на трактор, в 8-7 раз меньше эта нагрузка, больше эта нагрузка, чем в Германии или там Франции. Значит, все, что связано с комбайнами, в 2,5 раз нагрузка. А если взять качество и сроки действия этой техники, то мы снова увидим потери. Потери вот последней экспертной оценки на совещаниях прошедших в Виме, они в общем-то очень большие. За 30% за 30% вот исходя из этого мы тоже должны видеть все, что связано с доходностью. Если взять животноводческий отрасль, покажите следующие слайды, но уважаемые товарищи, мы с вами понимаем, что около 18 миллионов товарного молока для нашей России, который имел 55 и более миллионов тонн молока, конечно, это трагедия. Трагедия, потому что животноводческая молочная ферма это есть ферма, это будет там деревня, будет производственный центр, будет ФАП и все остальное. Поэтому здесь у нас большой резерв. Здесь большой резерв и для того, чтобы заниматься производительностью труда, для того, чтобы получать хорошие доходы, для того, задействовать земельные ресурсы, для того, чтобы работать вместе с кооперацией и перерабатывающим комплексом на удовлетворение потребностей нашего населения в этих уникальных продуктах животноводства. Мы видим здесь также наши с вами резервы, наука, кадры. Я хотел бы особенно об этом поговорить. Мы много здесь бились. Несколько раз комитет, две комиссии с обранодзором занимались, с министерством. Речь шла о том, что почему-то обранодзор российский решил, чтобы в наших институтах не готовили экономистов, не готовили юристов, ну и так далее. Мы приняли постановление в прошедшую пятницу Государственной Думы для того, чтобы выровнять в том числе и средства на обучение студентов. У нас они были на уровне 42, там 50 тысяч рублей, а в институтах Минобра 180 тысяч. Видите, какая разница? Ну, наверное, думают, что в наших институтах, наверное, рабы какие-то работают или учатся, им и хватит 40 тысяч. Постановление Думы гласит о необходимости этого выравнивания, о поддержке наших сельхозвузов, в том числе для того, чтобы была хорошая практика. Учхозы наши в тяжелейшем положении, они не получают абсолютно ничего за единицу произведенной продукции и не получают по программам развития никакой поддержки. Здесь мы все прописали, в том числе о целевом поступлении и так далее, и так далее. 2,5% всех хозяйственных субъектов могли только отправлять студентов по целевому направлению. Это, конечно, неправильно абсолютно. Эти вещи мы с вами также развязали, и, конечно, нужен контроль, чтобы это все до конца состоялось. Хочу сказать, что без хорошего специалиста, агронома, зоотехника, ветврача нам не решить те проблемы, которые есть у нас в растеневодстве, в земледелии, без инженера, в инженерных наших технологиях. Большая проблема у нас сегодня по болезням. Здесь целый комплекс вопросов, которые мы должны с вами через принятие законов решать. Пожалуйста, все, что связано с нашими законами, которые мы должны принять в ближайшее время. Еще раз хочу остановиться. Мы должны убедить, в том числе первых руководителей, что село нуждается в реальной серьезной поддержке государственных средств. Они должны как минимум выходить на хотя бы на 5%, не на 1,3%, как сегодня, а хотя бы на 5%. 5% нам бы давало с вами около 1 триллиона. Около 1 триллиона. Это уже те деньги, которые могли бы работать на инвестиции, на строительство молочных ферм, на строительство ферм не только крупнорогатого скота, заниматься в растеневодстве органическими технологиями, зелеными технологиями, заниматься всерьез экологическими проблемами. Мы должны, конечно, принять те законы, которые работают на льготные налогообложения. Вот нам часто говорят, вот у вас и так много льготного налогообложения. Но анализ показывает, что за прошлый год, за 15-й год, 280 миллиардов налогов ушло из агропромышленного комплекса, а получаем около 210-215 миллиардов. Вот, пожалуйста, льготные налогообложения. У нас есть проблема по НДС, особенно у тех 100 тысяч хозяйствующих субъектов, которые работают на едином налоге. У нас много проблем сегодня и на направлениях субсидирования, выравнивания, прозрачности субсидирования. Эта тема наиважнейшая. Почему? Потому что анализ показывает, два округа, центральный и приволжский, собирают более 70% этих небольших субсидий, которые есть. А внутри этих округов 12 областей, а внутри этих областей 6-7 компаний, которые забирают также более 70%. Это неправильно. Это неправильно. Здесь должна быть восстановлена прозрачность, равнодоступность и так далее, и так далее. Но когда делишь эту копейку, конечно, наиболее эффективно она вкладывается в крупном товарном производстве, вот поэтому этих копеек должно быть больше. 20% выделяется средств из этого малого количества на малый бизнес, но эти 20% тоже не могут решить проблему, 7 миллиардов рублей, тоже не могут решить проблему всего малого бизнеса, фермерского, крестьянского хозяйства, да и абсолютно большинство из них и не имеют доступа даже к этим кредитам. В целом, уважаемые товарищи, мы с вами сегодня, обсуждая эти вопросы законодательного стимулирования доходности наших аграриев, должны многое сделать для того, чтобы в технологическом плане усовершенствовать все, что связано с получением большего количества продукции, более дешевой, сокращением затратного механизма, сделать все необходимое для того, чтобы многие из последних посланий президента решения были задействованы в жизни, в частности, вопросы кооперации, они сегодня также могут решить очень большие системные проблемы закона торговли, закона торговли, доступ наших товаропроизводителей на рынок ограничен, в хорошем состоянии работают те наши крупные организации, вот совхоз или народное предприятие Звениховский, 13 миллиардов получает воловую продукцию за 16-й год, но он все полностью перерабатывает, по голове 200 тысяч свиней, 25 КРС, табун, 3000 лошадей, и так далее, и так далее, прекрасный завод переработки, все перерабатывает, и в своих 400 магазинах, по всему, по Волжи все продает, от 13 тысяч колбасных изделий, до других продуктов питания, там другая зарплата, она в 2,5 раза выше, там другие совершенно уровни рентабельности, там другое развитие, вот за последние 3 года 30 тысяч земли в Татарстане взяли, взяло это хозяйство, работая, находясь в Мариел, или многие другие, вот Павел Николаевич, он расскажет о своих в этом плане делах, 70 с лишним тысяч уровень зарплаты, и так далее, и так далее, но там, где есть переработка, есть торговля, понятно, не уходят вот туда огромные деньги, которые мы с вами рассматривали внутри тех графиков, которые до этого были вам продемонстрированы. В целом, я еще и еще раз хочу сказать, решение вопросов, связанных в первую очередь с наведением порядка в государственном регулировании по диспаритету, о создании рынков оптовых, розничных, распределительных центров, восстановление кооперации, это все вопросы, которые сегодня находятся под нашим с вами контролем, нашей с вами работой. Вот, решив эти системные вещи, которые стучатся в дверь, мы совершенно по-другому можем заинтересовать и молодого человека, и таким образом сказать спасибо тем, кто по 20-40 лет отработал на селе, восстановить нашу деревню, потому что без этого мы будем и дальше прозябать и разорять нашу деревню. Две-три цифры назову. Вот, средняя доступность к больнице на селе сегодня 82 километра. Средняя доступность к детскому саду 20 километров, к ФАП около 20 километров. и дальше можно продолжать, что у нас с жильем, что у нас с дорогами, что у нас с соцкультбытом. А изменив эту ситуацию, мы будем иметь с вами возможность такие уникальные поселки иметь, как у Грудинина, как в Красной пойме, как у того же Мариел, как у том же совхозе Терновский. У нас тысячи таких хозяйств, где центральные усадьбы, производственные центры не уступают европейским центрам. То есть мы умеем и знаем, как это делать, но надо просто остановить грабеж в отношении агропромышленного комплекса. И тогда будет и мелиорация, закон о мелиорации стучится, закон о землеустройстве стучится в дверь, о сохранении плодородия почвы, стучится в дверь, и закон о доходности. Мы сейчас, вот наши садоводы, 18% НДС платят, подготовили закон, внесли его, внести тоже на 10%, как в других секторах сельского хозяйства. Не Минфин, Министерство сельского хозяйства за. Минфин и наш комитет выступает против. И еще пытаются доказать, что это не выгодно садоводам. Просто удивительно. Удивительно находится рядом. В целом, еще раз, хочу всех вас поблагодарить за активное участие в наших слушаниях и то, что вы все приехали. В первую очередь, и нашу науку доблестную, и товаропроизводителей. Желаю всем удачного сегодняшнего разбора всех наших элементов доходности и самого доброго вам. Спасибо. .